Продолжаем выпуск. В Казахстане сахарные заводы лишь на 40% покрывают потребности граждан. Сладкий песок по-прежнему остается импортозависимым продуктом. Какова вероятность, что этим летом повторится ситуация с нехваткой этого продукта? И что делают власти, чтобы решить проблему, расскажет Динара Нургалеева. В марте прошлого года правительство России временно запретило экспорт сахара. Такое решение соседей вызвало дефицит продукта в Казахстане. Тогда и цены подскочили. В период закатки варенья граждане в буквальном смысле устраивали кулачные бои и давку. Сейчас ситуация с сахаром стабильная. Товар на прилавках, как и на складах стаб-фондов есть. Правда, цена за килограмм местного продукта начинается от 500 тенге. Ну а российские куда дешевле, заявляют эксперты. Правительство решило подписать меморандум с заводами и вплотную заняться реанимированием этой отрасли. Те деньги, которые будут выделяться, выделяются, точнее, регионами, годы гиды правительства, это не постоянная мера, то есть это не в течение десятилетий, это буквально, может, два-три года, пока заводы не встанут, отечественные не встанут на ноги. А где-то ценовой, там, без баланса, наверное, еще будет. К этому, наверное, вопросу попозже надо будет вернуться, какая конкретно, скажем, к маю, к июню сложится цена. Выстраивать прогнозы чиновники не решаются. Сахар заводов пока будут отпускать не выше 460 тенге. Но отечественные производители в один голос заявляют. Государственные деньги они получили поздно. Сырье к этому времени подорожало, да и логистика бьет по карману. Мы сахарные заводы, сахар средств покупают на мировой бирже Нью-Йоркской. Там повысилась цена за последний месяц где-то на около 70 долларов. Транспортировка увеличилась на больше, чем на 100 долларов, на 300%. Нынешние заводы не загружены до конца собственным сырьем. Сахарный сырец получают из тростника. И везут его аж с Латинской Америки. Выгоднее увеличить урожай сахарной свеклы, заявляют руководители заводов. Однако из года в год в стране сокращаются посевные площади. Потребность в этом овоще составляет 6 миллионов тонн. А по факту выращивают всего 350 тысяч тонн. За 2022 год мы произвели 28 600 тонн сахара свекловичного. Хотя по оптимистическому прогнозу мы ожидали, что у нас будет порядка 40-45 тысяч тонн. Но если бы те посевные площади, которые заявлялись изначально регионами, были бы фактическими. Работа должна идти в тандеме, уверяет Айжанна Урсгалиева. Аграриям необходимо заняться качеством и соблюдать севооборот свеклы. Ну а чиновники должны поддержать земледельцев и увеличить посевные площади. Придерживаясь этой концепции, можно избежать прошлогоднего сценария, когда сладкий песок стал дорогим и дефицитным продуктом, говорят эксперты. Динара Нургалиева, Нуркенток Муртин, Информбюро, Астана.